К слову, сегодня в Тюмени работает дорожная инспекция Общероссийского народного фронта. Эксперты лично прокатились на самокатах и оценили качество покрытия. Чтобы найти проблемные места, использовали и знаменитую карту убитых дорог России. Подробности в сюжете Елена Старожук. Москвич Александр Осипов приехал в Тюмень покататься на самокате. Но не просто так, а чтобы проверить доступность тротуаров и пешеходных переходов для маломобильных групп населения. Он проехал 10 километров. Путешествие заняло чуть больше часа. Этого времени хватило, чтобы сложилось впечатление о тюменских дорогах. Здесь сложно говорить о каких-то несоответствиях, особенно по сравнению с другими городами. Мы недавно были в Омске. Сами, может быть, знаете, какая там ситуация. Здесь я даже не сталкивался с каким-то проблемой. Я просто ехал и ехал. Я даже не сбавлял газ особо. И просто ехал и наслаждался. Тюменским велодорожкам и тротуарам Александр поставил твердую пятерку. Но активисты поспешили проверить и проезжую часть. Пересечение Щербакова и Вележанской горожане внесли в карту убитых дорог России. Видим здесь колею глубиной 7 сантиметров. Это почти в 20 раз больше, чем требует норматив. Потому что колея должна быть по древнему ГОСТу 505, 507, 2017. Не более 3 сантиметров. Претензии у столичных инспекторов и к дорожной разметке. Ночные показатели здесь сегодня стали 19 единиц. Это крайне низкий. Говорит о том, что средоохищаемые элементы данной разметки отсутствуют. Компанию московским экспертам составили представители городской администрации. Они пояснили, что этот участок дороги уже на контроле. Это, скажем так, плановая наша работа, которая выполняется в составе текущего содержания. И поэтому конкретно адресу, если его рассматривать, заявка до подрядчика уже доведена. Он в плане стоит до 25 сентября. Нам вообще очень сложно проводить здесь инспекцию. Потому что если в других городах мы проблемы находим, просто смотрим на карту убитых дорог, что жители отмечают, приезжаем туда, и там действительно жесть. И задаем вопросы представителям администрации. Здесь на карте убитых дорог таких участков очень мало. И они сосредоточены в основном в частном секторе, на окраинах. По итогам проверок появится новый рейтинг дорог России. По предварительным прогнозам экспертов, Тюмень точно в пятерке лучших. Елена Старажук, Иван Кобин. Тюменское время.